Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе Чисто Ньюз. Смотрите сегодня в выпуске. В Генеральной прокуратуре заявили, что в течение месяца будут проверяться факты коррупции в кабинете министров. Скорее всего, в Кабмине эту информацию приняли с лозунгом «Предупрежден, значит вооружен». А значит, как минимум месяц страна будет жить без коррупции. Резидент Украины Петр Алексеевич Порошенко предложил вынести на всеобщее обсуждение вопрос о продаже сельскохозяйственных земель. Как видите, уже и до земель очередь дошла, а до продажи Рошена пока нет. На первом этаже Киевской мэрии открылся пункт по ремонту обуви. Как видим, все делается для удобства посетителей. Ведь из-за бюрократии наших чиновников пока рядовой киевлянин пройдет по всем кабинетам и соберет все нужные подписи, он может стереть не одну пару башмаков. Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора Киев-Автодора. Другими словами, представитель одной беды уволил ответственного за вторую. Министр культуры Вячеслав Кириленко заявил, что арку дружбы народов в Киеве могут разобрать. Однако тут же заверил, что такое решение никак не повлияет на дружбу между народами. Ведь разбирать арку будут молдаване, убирать мусор таджики, наблюдать за этим всем будут белорусы, ну а руководить, конечно же, евреи. Ну а теперь об этом и другом более подробно. Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора Киев-Автодора Владимира Жукова. Казалось бы, за что можно было лишить должности такого добросовестного и ответственного работника? Ведь именно под его чутким руководством были изобретены поистине революционные технологии, такие как кирпичирование дорог, тройная сплошная и, самое главное, водоотталкивающий асфальт. Советник мэра Киева Виталий Кличко пожаловался на свое назначение. Игорь Никонов пожаловался, что после назначения его жизнь изменилась в худшую сторону. Далее цитата. Спорт закончился, отдых закончился. Честно говоря, я немного не так представлял работу чиновника, а совершенно иначе. Видимо, господин Никонов представлял работу чиновника вот так, так и вот так. А тут, оказывается, еще и работать нужно. Ну что ж, судя по тому, как мэр набирал себе команду, спокойной жизни киевлянам ждать не приходится. Продолжим. В Киеве задержана банда угонщиков из Луганской области, которая похищала исключительно автомобили марки Range Rover. По словам милиции, узнав о специализации преступников, было принято решение ловить их, так сказать, на живца. Привитив стоявший среди Лексусов и Мерседесов Range Rover, блюстители правопорядка укрыли в засаде и начали ждать. Вскоре к стоянке подошли неизвестные в масках и начали угонять Мерседес и Лексус. Но доблестные гаишники ничего не предпринимали, ведь было понятно, что это не та банда. В Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили склад секонд-хенда без разрешительных документов. В милиции заявили, что наткнулись на подпольный склад секонд-хенда случайно, когда по приказу Арсена Авакова подыскивали новую недорогую форму для сотрудников милиции. В пригороде Одессы на трассе автобус провалился в яму. Украфтодор уже заявил, что так, в принципе, было и задумано. По словам руководства, жители Южной Пальмиры уже давно требуют от властей строительства линии метрополитена. Таким образом, данный инцидент должен положить начало строительству. А сама яма стать первой, пусть и запланированной, но станцией метро. Петр Порошенко представил нового главу Черниговской областной государственной администрации. Им стал Валерий Кулич. Что ж, удачи новому губернатору и желаем, чтобы Кулич не спекся на новой должности. А если вдруг работа Валерия Петровича с первых дней не будет устраивать жителей Черниговщины, мы советуем не принимать поспешных решений, а просто пару недель подождать и на Пасху сходить и посвятить Кулича в церкви. На минувшей неделе сборная Украина по футболу уступила сборной Испании со счетом 0-1. Что думают об этом неприятном поражении и об украинском футболе в целом наши мелкие специалисты, мы сейчас узнаем. Рубрика «Мелкие специалисты». Сборная Испании, сборная Украины. Смотрел? Да. Ну как тебе? Надо было забивать хоть один гол. Вся команда боролась, могла выиграть, но не выиграла. Да. Но во втором тайме больше Украина, даже сам тренер Испании так сказал. У нас было, по-моему, 16 нарушений, а у них, по-моему, 11. В первом тайме испанцы забили, и все. Я занимаюсь вообще-то хоккеем, но футбол мне нравится, ну, только не очень. Кто виноват? Как ты думаешь? Ну, Вратай. Макаров, Датюк. Вратай. Мой любимый Вратай. Виноват еще, мне кажется, Ротань, потому что он моментами... Вратай. Потому что он раньше поднял руку. Тренер тебя устраивает в нашей сборной? Да. Да просто он такой, даже немножко непонятный. Нужен хороший тренер. А может его позвать к нам? Нет. Ну, нет. Нет. Это Пип. Кого можно уже на пенсию отправить? Какой в себе футболист? Ракицкий, Кучер, Чимашук. Футболисты. Эгоисты. И слава богу, что ты именно такую рифму нашла для наших футболистов. Может гнать надо, и вот нерадивых футболистов. А берем новых. Нет, потому что если новых брать, то... Негде. Да. Ты знаешь, как кричат трибуны? Субью на мыл. Это значит, что судью надо просто без воды мыло. Это положительный рот мыло. Как смешно называют хоккеиста. Я скажу, раньше матрасы были волосатыми, и они называют судью матрас. Точно. Да, кстати, весело. Не интересуешься этой игрой? Это пип-игра. Мужики, не приходите пьяными, и не садитесь сразу смотреть футбол. Мойтесь и ложитесь спать! В конце концов. Ну а мы переходим к зарубежным новостям. Незаметно для мирового сообщества прошли выборы в дружественной нам Гагаузии, автономной области республики Молдова. Главой Гагаузии, а по местному Башканом, стала Ирина Валх, набрав 53% голосов. По словам избирателей, это первая женщина, у которой Башкан варит лучше, чем у многих мужчин. Самое веерное из всех веерных отключений света произошло в Турции. Отключение электроэнергии длительностью в 70 минут стало крупнейшим за последние 15 лет в этой стране. И это первый случай в истории Турции, когда в пятизвездочных отелях было не все включено, а все выключено. Новости из России. В цирке Владивостока питон уполз из террариума. Однако позже был найден под батареей. Как известно, питоны являются хладнокровными животными. Но, видимо, дубарь во Владивостокском цирке заставил питона утратить свое хладнокровие и хоть что-то предпринять. Да, как говорится, хорошо там, где нас нет. Что не скажешь о нашем специальном корреспонденте Сергее Середе, который сегодня находится в Канаде. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В Украине наступила весна, а Одесситам очень обидно, что в их городе до сих пор холодно. Поэтому для того, чтобы поднять настроение своим землякам, мы приехали со своим репортажем в Канаду. Пускай им теперь будет обидно, что не холодно в городе, а что они не здесь, в Канаде. С Украины в Канаду мы добрались за 10 часов. Это в 10 раз дольше, чем собирал свои вещи Виктор Янукович перед незапланированной поездкой в Ростов. В 5 раз дольше, чем длился референдум в Крыму. И в 2 раза быстрее, чем едет скорый поезд Киев-Одесса. Друзья, мы находимся на фоне Ниагарского водопада. Ходит поверье, что украинская диаспора сбрасывает в этот водопад слабых и некрасивых иммигрантов. И уже по течению они попадают в Бостон, Нью-Йорк и Чикаго. Как вы знаете, в Канаде находится самая большая украинская диаспора в мире. И в подтверждение тому хотелось бы сказать, что за все время, которое мы находимся здесь, мы не увидели ни одного снегиря. Совпадение? Не думаю. Нам поступила информация, что канадцы очень обеспокоены тем, что украинцы, живущие здесь, притесняют английский и французский языки. На что те ответили. Немного зашокиваем и загекиваем, но чтоб притеснять пардоньки. Местные жители очень обеспокоены ситуацией в Украине. И поэтому попросили нас передать несколько посланий к нам на родину. И так зачитываю прямая речь. Хочу передать привет своей учительнице географии, которая в аттестате поставила мне двойку. Светлана Игоревна, я живу в Канаде, зарабатываю 7 тысяч долларов в месяц и у меня большой двухэтажный дом. Так вот скажите мне, кто из нас плохо разбирается в географии? Ну и в конце своего репортажа хотелось бы сказать, что в Канаде русская весна точно не пройдет. Ну, посудите сами, март месяц на дворе, а здесь минус 20. С вами был корреспондент из Одессы Сергей Середа. Смотрите Чиста Ньюс и приезжайте в Одессу. А сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Неделя в истории», в которой мы расскажем о самых интересных событиях этой недели. 30 марта свой 36-й день рождения отметил украинский футболист, полузащитник питерского зенита и сборной Украины Анатолий Тимощук. За свою карьеру Анатолий стал обладателем более 20 титулов в трех европейских чемпионатах. Поэтому его по праву можно отнести к лику футбольных святых. Анатолий Тимощук популярен не только на футбольном поле. Именно благодаря ему многие фанаты Курта Кобейна считают, что тот все еще жив, просто решил попробовать себя в другом амплуа. Анатолий семейный человек. Поговаривают, что один раз он не смог выйти на поле, поэтому в составе сборной Украины его подменила жена. Также по непроверенной информации, Тимощук после клуба «Бавария» не планировал возвращаться в «Зенит», но его в прямом смысле снова затащили на поле. На прошлой неделе Анатолий Тимощук сыграл в основе все 90 минут в матче сборной Украины против сборной Испании. Видимо, таким образом Федерация футбола Украины сделала небольшой подарок ко дню рождения украинскому ветерану. И мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. 30 марта 1867 года Россия продала полуостров Аляска Соединенным Штатам Америки. То есть сегодня в России отмечается ровно 148 лет, как Аляска не наш. Сумма сделки на то время составила около 7 миллионов американских долларов. То есть примерно столько, сколько сегодня стоит квартира в центре Москвы. И еще один именинник этой недели. 2 апреля 1725 года родился Джованни Джакомо Казанова, международный авантюрист и герой-любовник. Не путать с героем из сериала «Менты». В жизни Казановы можно выделить три интересных факта. Он сидел в тюрьме, соблазнял в основном служанок и присвоил себе фальшивый дворянский титул. Не правда ли это кого-то напоминает? Он тоже отбывал, тоже соблазнял поварих и тоже присвоил себе звание профессора. И еще, эта новость почему-то у меня другим шрифтом, но я ее все равно прочитаю. 2 апреля 1976 года родился, я цитирую, самый лучший автор студии «Квартал 95» Тимофей Саенко, который, собственно, и вписал этот текст в наши сегодняшние новости. Ну что ж, я поздравляю уже бывшего автора студии «Квартал 95» Тимофея Саенко с днем рождения. А сейчас на связи наш специальный корреспондент Артем. Здравствуйте, Артем. О чем будет ваш сегодняшний репортаж? Здравствуйте, друзья. Уже в эту субботу на телеканале «Один плюс один» эфир одной восьмой финала «Лиги смеха». Нового проекта от студии «Квартал 95». И не случайно я побывал в Одессе, где успел пообщаться с членами жюри на вот какую тему. Так совпадает, что у многих звезд день рождения в один день с другими звездами. У вас конкурент. 24 августа, правильно? Да, да, не знаю. У вас конкурент серьезный. Целая страна. Это не конкурент. Это моя любовь. Страна моя, с которой я вместе праздную день рождения. Вместе празднуют день рождения, да? Со страной Цел, да? Да. А то есть вот это вот... 24 августа каждый раз салют на свою честь, я вас принимаю однозначно. То есть на Майдане вот это все устраивает Юрий Горбонов, да? Да, я говорю спасибо, ребята. Скромный, скромный, скромный Юрий Горбонов. У тебя день рождения 8 мая, да? Да, 8 мая, конечно. 8 мая, да. В кону великой победы. Да. То есть есть что-то, что портит этот праздник немножко. Нет, потому что 8 мая открывался мемориал в Киеве, ордена мать, да. И там, собственно, все и произошло. Нет, там, собственно говоря, недалеко от этого места был родильный дом. Ага. А где произошло, к папе вопрос. А, я понял. Знаете ли, Сергей Анатольевич, с кем в один день он родился? Я знаю, в какой день я родился. А это уже хорошо. Это день юного героя антифашиста. Так что берегите антифашисты. 25 января, у тебя день рождения, значит, Зеленский, Высоцкий и Кароль. Мне кажется, что... Здесь связь, кто лишний. Да. Я считаю лишний Зеленский. Почему? Они оба певца. А я актер. Они оба певца. Тина Кароль певца и эта певца. Я Тина Кароль певица. А, певица. А Владимир Александрович Высоцкий певец и поэт. С Вами в один день родился Энрике Иглесиас. Энрике? Ага. Я всегда знал, почему-то я чувствовал в каждой песне, что Хулио, он, да, да, его отец. Энрике Хулиевич, кстати. Я как будто Хулио внутренний вопрос задавал. Хулио, что же ты, Хулио, мне не сказал, что сын Тво родился со мной в один день. И чувствовал какую-то связь. Да, да, да. Мы тельцы такие. В общем, и тебя, и Энрике, в общем, сын вступает. Вступает, чем я везет. Да, у тебя 1 января. Да. С прошедшим тебя. Спасибо. С кем, как ты думаешь, у тебя день рождения? А с кем у меня в один день день рождения? Ну, мне кажется, во-первых, со многими просто людьми. Потому что после Нового года все погибают и просыпаются. Нет, нет, а с кем у меня в один день день рождения? А скажи, вот ты можешь себя назвать Бендером, как пример. Ну, так в том понимании этого слова, в котором оно сейчас звучит, да. Так вот, со Степаном Бандерой. Серьезно? Степан Бандера родился 1 января? Представляешь? Ну, ничего себе. Ну, он чуть старше. Ну, знаковый день, знаковый день, да. Знаковый день, да. Так что? Может, поэтому ты патриотка? Ты патриотка? Нет, я патриотка не поэтому. А, да. Я патриотка по зову сердца и по состоянию души. И потому что я люблю страну свою. Вот так. Это был репортаж с Лиги Смеха. Да. Все, увидимся. Спасибо. А сейчас, по традиции, настало время подвести итоги нашей интерактивной рубрики «Народное фото». Напоминаем, что на страничке квартала Facebook мы разместили очередное фото. Вот оно. И стали ждать ваших веселых комментариев. Их, как всегда, оказалось очень много. И сейчас мы зачитаем самое удачное. Многие наши читатели, как, допустим, Вадим Валькивский, назвали эту фотографию так. Вот как выглядит сверхтяжелый рок. Сергей Казенюк считает, что подпись к фото должна звучать именно так. В зале публика убита от избытка целлюлита. А вот Виктор Квят, знакомая по нашему конкурсу фамилия, предлагает чуть-чуть изменить известную песню, которая теперь будет звучать так. «Женщина, которая сожрет». По версии Юлии Гиревой, это не что иное, как новый вид пения. Пой до похудения. Совершенно справедливо заметил Петр Качур, что это солистка группы «Три в одной». Пользователь Юрий Литвин считает, что это просто принцесса Фиона. Ну, а самую смешную, на наш взгляд, версию прислал Стас Путильцев. Внимание, премьера нового сезона телепроекта «Голос Толстяки» скоро на 1 плюс 1. У нас была своя похожая версия, мы решили, что это проект «Голос Йетти». Мы поздравляем Стаса с победой. А для тех, кто хочет еще раз проверить свои силы в нашем творческом конкурсе, мы представляем вот такое фото. В эфире «Чиста Ньюз», программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. И сейчас настало время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. Сегодня он снова посвящен спорту номер один – футболу. И на третьем месте – самый меткий футболист. На втором месте – то ли футбол на льду, то ли хоккей с мячом. А побеждает сегодня очень щедрый начинающий футболист. Спасибо нашим спортсменам. Будем ждать от них новых, еще более сомнительных достижений. На сегодня новостей больше нет. Программа «Чиста Ньюз» желает вам мирного неба над головой и родной земли под ногами. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин